Если вы когда-либо думали, что вы когда-нибудь получали по яйцам, то посмотрите вот на это. У меня все органы чувств на несколько секунд отказали. То есть голос пропал, в глазах потемнело, слышимость плохая. Виталик сделал, в принципе, достаточно для того, чтобы выиграть. Но, наверное, я мог сделать больше. Тут очень много факторов, которые могли на это сыграть. Давай, Кирилл, спросим у Никиты. Этот ролик мне напоминает сводки криминальной России. Ну, что мы знаем о Лобове, так это то, что он всегда идет вперед. И то, что его голова явно не боится тяжелых ударов. Хук вам, дорогие друзья, дешевые враги, уважаемые мальчики и девочки. Это самое самымачное хулигангстер-шоу на Ютубе. Меня зовут Роман. Быстрые ноги трундулей не боятся Мазуров. И я с большим удовольствием представляю своего блистательного соведущего. Это человек, который любит, но не умеет драться, и который обладает вот таким, нет, вот такой вот самоиронией, Алексей Махно. Всем привет. Ну и, конечно же, представляем блистательных гостей. Это боец UFC Никита Крылов. Здравствуйте. И основатель бренда Индастриалс Кирилл Тимофеев. Всем салют. Итак, дорогие друзья, какого черта мы здесь сегодня собрались? Разумеется, нам необходимо поговорить про бои наших тяжеловесов в организации Беллатор или Беллатор. Фиг его знает, как правильно. Это не важно. А важно то, что мы начинаем с Сергея нашего Харитонова, который дрался с Мэттом Метрионом. Ну как дрался? Этот поединок продлился целых 15 секунд. Я сразу же хочу сказать всем клавиатурным воинам, всем гангстерам кнопочным, что если кто-то вдруг из вас недостойных подумает, что Сергей Харитонов симулировал свою травму, я предам вас анафеме и прокляну. Друзья, если вы когда-либо думали, что вы когда-нибудь получали по яйцам, то посмотрите вот на это. Есть немного декоративная реакция, это нормальная вещь. Я не верю, что Мэтт пытался ударить в него. Он просто пытался дать внутренний лейк кик. Это просто он не против таргета. Очень эмоционально. Мне просто уже становится тяжело говорить после такой длительной речи. Нам надо серьезно постараться с Никитой, чтобы удивлять сегодня. Нет, это невозможно. Он просто под амфетаминами всегда. Его уже не переплюнуть. Что ты думаешь? По поводу лица Сергея? Ему явно больно. Не знаю, я бы посмотрел бой Метрион против Конга по правилам, где можно бить только в пах. Ну тогда... Это так. Все, парни, чуть-чуть посерьезнее. Я хочу у Никиты спросить. Вот длинная карьера у тебя уже достаточно за плечами. Было хоть раз что-то подобное? Пропускали ли ты такие удары? Ну, в боях нет. На тренировке, естественно. Один раз у меня был крайне неприятный случай, когда я пытался пробить Мавашу в голову, а соперник неудачно бил лоу-кик, и прям в момент пика моей ноги вверх, все пришлось прям в яблочко, можно так сказать. Но больница не закончилась, я надеюсь? Нет, ну у меня все органы чувств на несколько секунд отказали. То есть и голос пропал, в глазах потемнело, слышимость плохая. То есть я, наверное, примерно представляю, что он мог ощущать, Сергей. Давайте на секундочку представим себя, ну, некими экспертами в медицине. Сколько, например, Никита, вот ты думаешь, вот Сергею понадобится на восстановление? Может быть, ты слышал что-то о его состоянии? Может быть, после обследования какая-то информация тебе попадалась? Сегодня я видел бой Виталика Минакова. И в момент, в первом раунде, когда он пропустил в пах, также показывали Сергея на трибунах. Но он уже был не так расстроен, как на фотографии. Он улыбался. Да, поэтому думаю, что не так много времени необходимо на восстановление. Кирилл, так получилось, что у Мэтта Метриона было два поединка с представителями России, и на каждый из них он затратил, на оба, точнее, он затратил менее минуты. Совпадение? Не знаю, может быть, он специально так делал. Да, прям здесь теория заговора может присутствовать. Ну, в такой ситуации, конечно. Ну, просто Олег Доктаров, мы знаем, да, нашего прославленного бойца, ветерана. Он любитель теории заговора. Он говорил, что Федора опоили в бою против Бейдера. А вот Прометриона вообще у него... Опоили чем? Всякими нехорошими. Он не уточнял. Вот, а Харитонов, он, в принципе, в студии Матч ТВ высказался достаточно резко, что, ну, осудив Харитонову, что он не был, ну, якобы готов к такому. Вообще, в принципе, к такому можно подготовиться? Думаю, нет, я от Никиты пропускал на тренировках. Вот такие? Да. С разбега прям? То есть, Никита грешит иногда, да, подобный приемщик? Да, он может себе позволить, да. А, собственно, а чего нам быть голословными? Давайте же посмотрим и услышим, что сказал Олег Токтаров. Ну, очередной душлаг, точнее, бедро, по-моему, вылил на меня Матч ТВ, разбудили, я к ним по-человечески отнесся, проснулся, поднялся, душ принял, все, порядок провел. Ну, два глупейших вопроса. Хорошо, что есть Инстаграм, ребят. Это я по-бой, по-бой с Харитоновым. Ну, представьте, ты боец, ты вышел сражаться, ну, летите удар в пах, ну, и ты должен к этому быть готов, ты должен его блокировать. Я раньше даже щитки не ставил, потому что это помогало мне концентрироваться на все сто процентов. Блин, отломал бы, нахрен, эту ногу такую летящую в пах, если она специально туда летела. Что это такое? Ну, взял, упал, там, начал ныть. Ну, с Сережей все понятно было еще 10 лет назад, когда мы с Сашим Шаком хотели из него сделать российскую знаменитость. Он выбрал тогда легион, если не ошибаюсь, Японию за чуть больше денег. Пацаны, возникает простой и понятный вопрос. Он говорит, что он не ставил щиты и отломал бы ногу ударом в пах. Я думаю, ему можно только позавидовать. У меня другой вопрос. Кто-нибудь знает, под чем он? Как к этому можно быть готовым? Ну, мы же адекватные люди, понимаем, да, Митрион бил лоу-кик, просто нога пошла по касательной, и Сергей сократил чуть дистанцию, и она, так сказать, соскользнула в пах. Просто вот вопрос. Давай, Кирилл спросим у Никиты, так как он боец. Как можно готовить? Как Кирилл сказал, мы много готовились к подобным ударам. Отрабатывали, да? В примере, да. Но, по-моему, он ни разу не был готов. Я не знаю таких счетов. Ну, то есть в следующем бою в UFC, когда Никита будет кричать, Никита, делай свое, ты будешь знать, о чем он говорит. Вперед. Вперед, у нас есть тема. Немножко по поводу видео. Я не слышал просто ничего в конце. Немножко звук выключили, когда... И правильно сделали. Конечно. Давай скажем правильно. Поэтическим соображением, разумеется. Я понял. А вот что касается первого чемпиона UFC от России, как вы думаете, вообще с чем это связано, такое поведение, то, что он хайд спортсменов и вообще ведет себя вызывающе? Это что, попытка получить дополнительные лайки или что это? Или просто уже... Ну, мне тяжело судить человека, не находясь на его месте, поэтому мы же не можем представить, какое у него было видение тогда, сейчас, в этой ситуации. Если он так и осуждает, наверное, у него есть какие-то внутренние аргументы на это. Жаль, что он, наверное, не делится полностью ими с нами, но... Как можно нарабатывать, да, щиты от подобных ударов? Просто вот хочу спросить у Нигида, опять же. Токтаров, не знаю, следишь ты за его жизнью сейчас или нет, он достаточно популярный видеоблогер, он никогда почему-то не высказывается положительно в адрес бойцов с постсоветского пространства. Почему? Я заметил, буквально сегодня мне на глаза попался пост Камилла Гаджиева, где он упоминает Олега и его манеру ведения социальных сетей, и сложно с ним согласиться, что, наверное, кто-то действительно ему подсказал, что максимум хайпа можно набрать именно на критике и негативных высказываниях. К чему Олег, как мы видим, этого принципа и придерживается. Если мы это обсуждаем сейчас, наверное, значит, это работает, да, это работает. Да, как говорят антипиар, зачастую лучше положительно. Следующий поединок, который бы нам хотелось обсудить, это, безусловно, бой Виталия Минакова супротив Чейка Конга. Напомним, что это был бой-реванш, и это был претендентский поединок. Победитель получал право драться за пояс с Райаном Дартом Бейдером. Выиграть не получилось, поэтому давайте же спросим у наших дорогих гостей, и действительно, а, давайте сначала посмотрим, разумеется, а потом уже пообщаемся. Вот эти колени попутно нормально заходили, он с первого раунда их прямо отрабатывал. И Виталик очень много промахивал с этим. Ну, то есть этот-то не чурался, сразу вторым номером ломился. То есть моя концепция зашла. На колени было много, но Конга он, конечно, такой, горилла бы полет. У него рычаги хорошие, дистанцию пронизали меньше. Ребята, хочу спросить у вас, да, до этого Виталий Минаков был непобежденный боец, да, то есть серия у него, по-моему, там, из 21 победы. И что вообще по этому бою скажете про судьи? На мой взгляд, субъективный, очень неоднозначно как-то, ну, отсудили. Один судья вообще отдал 3-0 в пользу Чейка Конга. Я смотрел этот бой, и я вроде бы человек из индустрии ММА, да, непосредственно, и чуть-чуть разбираюсь, но 3-0 лично я там не увидел, и тут как бы без предрассудков, что я представитель России. Кирилл, что ты скажешь? Я считаю, что это судейский непрофессионализм. Именно оценку 3-0. А оставшиеся 2 суди отдали оценку 2-1, но все же в пользу Конга. Ну, стратегически сливать Минакова, думаю, Белатеру неинтересно, потому что они могли бы сделать еще одну звезду, такую как Федор. Мы здесь смотрим на бой с точки зрения просто судейского непрофессионализма, и все. То есть здесь нет какого-то заговора или какого-то решения кого-то о том, что Минаков не должен драться больше, или надо засудить его. Вот ты уже второй человек в студии, я был первый, кто против заговоров. Нас уже двое, это здорово. Это уже митинг практически. Практически. Никита, скажи, пожалуйста, свое мнение, очень интересно. Сложно. Меня также удивил результат, так как я смотрел бой в прямом эфире. Не полностью посмотрел первый раунд, но по итогам второго, третьего. Ну, возможно, все-таки была небольшая предвзятость с моей стороны, но с точки зрения бойца ММА, я думаю, что Виталик сделал, в принципе, достаточно для того, чтобы выиграть. Но, наверное, я мог сделать больше. Тут очень много факторов, которые могли на это сыграть. Но также я согласен с Кириллом, что сказать, что это предвзятость организации к Виталику, это вряд ли, потому что он действительно уже готовая звезда, бывший чемпион, который идет за поясом, но проигрывает. Тут поднимается вопрос трилогии, насколько теперь будет интересен третий бой его с Конго. Допустим, Конго выходит на Бейдера, забирает титул, Виталик новый претендент после одного-двух боев, как вариант. Но также есть вопросы с судьям. Ну, как бы кто-нибудь вообще знает тех людей, которые пишут на карточках? Ну, вот хорошо было бы их узнать, да, и отвести их в лесок. Да, и компетенция. Да, ребят, а как вам вообще, в принципе, форма Виталия Минакова? Насколько он хорошо дышал? Не сказалось ли простое? Не сказалось ли то, что в России он бил не самых сильных ребят? Сложно об этом тоже так рассуждать, потому что, насколько мне известно, он провел отличный кэмп. В American Top Team? Да, вне дома, то есть, соответственно, вряд ли его что-то могло отвлекать. Что касается простоя, ну, и возврата в организацию, знаю по себе, что когда ты уходишь из организации со статусом, возвращаясь туда, некий груз ответственности на тебе все-таки есть. Ну, судить сложно. Опять же, Конго очень хорошо подготовился, видно, что сделал капитальную работу над ошибками после первого поединка. И много отработал по корпусу и на передвижениях, то есть, не давал Виталику реализовать свои сильные стороны. И также, что касается кардио состояния Виталика, мне кажется, что те самые колени, которые раз за разом заходили в корпус, они сделали свое дело, и поэтому он выглядел чуть хуже, чем Конго в конце боя. Хорошо, парни, давайте порассуждаем чуть. Наш еще один прославленный тяжеловес, Алексей Оленик, сказал, что, ну, так как они оба готовились, Алексей помогал ему в American Top Team. И он сказал, что подготовка Виталия была неплохой, но все же чуть смазанной. Может быть, вы что-то знаете изнутри, может быть, какой-то слух, или, может быть, у вас есть какие-то информационные ресурсы, вы что-то слышали. Что могло повлиять на Виталия? Виталий, по-моему, пытался провести изикиль, будучи сверху. Да, 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 и все в этот момент вспомнили Оленика. Мне кажется, это и было то самое смазанное, он просто не доработал прием, так бы все получилось. Так бы получил пятерку от Оленика, но пока в дневнике тройка. Ну, я думаю, на подготовку много факторов влияет, мы же не знаем, какая у него там психологическая ситуация в семье, или, может быть, еще что-то. Поэтому очень тяжело сейчас сказать, какой именно момент, по мнению Алексея, был смазан. А вот смотрите, давайте вспомним первый поединок, ведь он складывался совершенно по-другому. Там Виталий переводил Чейка Конго, Билл его контролировал, а здесь он это сделал только в третьем раунде. Почему? Ведь вроде бы рецепт победы был известен. Ну, у Конго, видимо, был свой рецепт, как я говорил уже. Скорее всего, что он взвесил все нюансы, которые происходили в первом бою. И он говорил, что он был перетренирован тогда? Возможно. Тогда было пять раундов. И, ну, сейчас, конечно, нельзя сказать, что если бы был четвертый-пятый раунд, то Виталий выглядел бы лучше. Да, потому что мы видели, да, что все-таки функционально Конго в свои 43 выглядел как-то, ну, именно в конце боя посвежее Виталия. Может быть, потому что он вторым номером двигался и заставил Виталия откровенно вымахаться. То есть, не кажется ли тебе, Никит, да, что Виталий, ну, слишком прямолинейно как-то прям вот ломился вот этим правым оверхендом и прижимая к стене, в принципе, не было ни одного прохода в ноги. То есть, попытки зацепов и все. Да, согласен. Ну, всем мы знаем-то с тобой точно, что когда ты промахиваешь, ты тратишь довольно много сил. И плюс расстраиваешься сам, что не может влиять на психологическое состояние. Поэтому, ну, здесь это только плюс Конго о том, что он хорошо двигался и правильно подошел к этому бою. Согласен, не будем преуменьшать заслуги человека Конго. Девиз нашей блистательной программы «Хук вам» – не дня без Олега Токтарова. Этот замечательный спортсмен рассказал кое-что и про поединок с участием Виталия Минакова. Если бы его отправили в Брянске в художественную школу, он бы стал, наверное, художником хорошим. Я не знаю, какой он талант, но наверняка бы развился. Самбо спортивное, там, где нет удушающих, там, где нет ударов, он себя проявил. То есть, он доказал, что он не середняк, что он талантливый человек. Но он не боец. Например, Тони Фергусс, но он боец. Возьмем еще кучу ребят, боксеров, там, Баррера. Никита Королев, что скажете? Этот ролик мне напоминает сводки криминальной России, когда… Надо еще голос изменить на вот такой вот. Когда личность информатора пытается засекретить. Возможно, и Олег не хочет, чтобы Виталик видел, кто это все-таки высказывает. Ну, сложно с ним не согласиться по поводу Тони Фергюссона, и все. Хорошо. Так, Кирилл, хочется спросить тебя. Чуть-то отвлечемся от темы. Ты достаточно хорошо общаешься с Флойдом Майвезером. Может быть, стоит их познакомить с Олегом, и они покажут прекрасный бой. Как тебе? Вот это вот Олег хайпанет, а? Неожиданный прям вопрос. Неожиданный очень. Вообще очень неожиданный. Олег же хочет хайпануть. Хорошо, а где ты себе этот бой представляешь? Ну, вот в этой темной комнате. На голых кулачках. Ну да, потому что Олег – это старая школа. А Олегу не нужен бандаж, потому что он готов к любому… Это не ставит щиты, это может быть показательный бой. Олег, он жестко до конца. Никакой показательный. Не знаю. Он же сказал в одном из интервью своих подобных. Что он даже без раковины всю жизнь тренировался. То есть, понимаете… Раковина – это что, это ракушка или раковина – это раковина дома? Судя по последнему виду, это может быть обычная раковина. Значит, может, ему больше нечего терять. А вот это серьезная подметка. Так, чуть-чуть отвлечемся опять же. Никит, поговорим о тебе. Хватит Олега на сегодня, пожалуй. Да? Когда следующий бой? Какие планы вообще? Чем ты сейчас занимаешься? Кого избиваешь? Просто расскажи. Ну, отрабатываем с Кириллом запрещенные удары. То есть, поняли, да, что после крайних турниров это работает? Да, конечно. Да, безусловно. Как минимум, это помогает получать деньги за бой. Ну, в целом, я в ожидании, в ожидании даты, в ожидании соперника и в тренировочном процессе готовлюсь уже порядка двух месяцев, восстанавливаюсь после ряда травм и неприятностей, которые были в кануне предстоящего, прошедшего моего боя на UFC Москва. Чувствую себя хорошо, практически все болячки стали либо меньше, либо совсем ушли. Поэтому, слово за UFC. То есть, мы готовы. Может быть, UFC Russia? Ты будешь готов в Санкт-Петербург? Я буду готов. Я буду готов и раньше. Нам предлагали бой на середину марта в Лондоне. Мы согласились. Принимающая сторона отказалась. У Джимма Манулы, насколько мне известно, травма. Также потом был еще ряд соперников, которым я предложил бой, но пока что тишина. Ну, то есть, никакой конкретики нет, да? Абсолютно ничего. Давай немножко побалуем все-таки зрителей, чуть-чуть фантазируем. В любом случае, ты боец топовый в организации и соперником должен быть кто-то из топ-15, а может быть и из топ-10. Поэтому, конечно, Андерсон Сильева. Да, жаль вес другой. Давай пофантазируем. Ну, в принципе, вот лично ты, давай три имени, кого Никита Крылов хочет увидеть напротив себя в октагоне. Ну, учитывая проведенную нами аналитику из тех бойцов, кто сейчас свободен, кто недавно провел бои и кто будет готов там через месяц-два подраться, это в первую очередь Элир Латифи, Кори Андерсон. Они между собой подрались, по-моему, уже месяца три назад. В принципе, оба молодые, думаю, оба будут готовы. Третий, ну, я вызывал Патрика Каминса, Тайсена Педро, также упомянул имя Люка Рокхолда, но это скорее... Хайпануть чуть-чуть. Ну, может быть, в надежде на то, что он прочтет и скажет. Хорошо, Патрик Каминс, кто-нибудь ответил? Нет, никто не ответил. Все сливаются от нашего парня. Ну, я думаю, так или иначе, да, все видели этот пост и до всех суть донесена, но никто не провел желание. Смотри, сейчас очень модно и мы видим, что это ввиду последних тенденций работает, бросать вызовы через соцсети. Мы знаем, что ты можешь и умеешь красиво говорить, да, ты всегда отвечаешь за свои слова. Не думал ли ты, например, сделать какой-нибудь пост более, так сказать, затрагивающий? Агрессивный, может быть. Ну, для проявления какой-либо агрессии, как для меня, должна быть какая-то личная составляющая в отношениях. Я далек от этих ребят и абсолютно не знаю ни их жизни, ни их повадок. Также в клетке они себя довольно скромно ведут, поэтому газовать на скромных парнях... В общем, раздражителя нет. Да. Никите Крылову нужен антагонист. Мы это знаем, тогда Никита покажет себя во всей красе. А кто бы это мог быть, кстати? Ты ждал Джон Джонса, да, что он скажет? А почему бы и нет? Почему нет? Почему нет? Ну, наехать на самого крутого. Есть еще Джонни Уолкер, по-моему его зовут, Бразилия. Который сейчас будет, кстати, драться, вышел на замену с Мишей Циркуновым, знакомым нам. Он будет драться с Мишей Циркуновым, до этого мы тоже рассматривали как вариант, потому что он там готов драться практически со всеми, и мне, в принципе, интересен был бы этот бой, потому что он довольно яркий, и я понимаю, что смог бы ему противопоставить. Хорошо. Он известный такой рубак, а там все его бои продлились, там, ну, условно говоря, не больше минуты. У него серия побед, но мы не знаем, в принципе, кто это. Он бьет, попадает, люди падают. Его никто еще не проверял. А что бы ты, ну, пофантазируем, противопоставлял? Ты в своей любимой манере рубился бы с ним, или все-таки ты бы проверил свои борцовские навыки? Я думаю, что у него есть определенные проблемы и пробелы непосредственно в борцовской базе. Также я смотрел его бои, в которых он проигрывал. Такие есть, их, по-моему, четыре. То есть там его жестко встречали на контратаках. У него очень крепкая челюсть, и он, подобно Тайсону Фьюри, поднимался из прям таких глубочайших полунокаутов, нокдаунов, продолжал рубиться. Поэтому, я думаю, его нужно переигрывать именно тактически, так как он огромный, у него большой размок рук, он габаритами больше у меня рубится. И откровенно идти на него там на первых минутах смысла нет. Естественно, нужно подвигаться, возможно, где-то перевести, свалить, повозить, или у клетки поработать. Ну, или сделать как Митрион. Ну, или так, да. Но второй, третий раунд, я думаю, там картина уже бы совсем поменялась. Хорошо, Кирилл, скажи, пожалуйста, тоже вот сейчас у Никиты некая подвешенность в плане соперников. Мы знаем, что непосредственно ты занимаешься этими вопросами. Может быть, есть какие-то у тебя взгляды на эту ситуацию с точки зрения менеджмента? Может быть, ты кого-то конкретно хотел, какие-то имена есть, чтобы Никиту... Мы-то, мы все знаем, что Никите дай цель, он соглашается. Ну, не первый год знакомы, так сказать. Да, Никиту убеждать не надо. Да, это точно. Но у нас не было легких подготовок. У нас все время как-то все получается долго. Мы вроде как понимаем, что бой может быть, остается пару месяцев, но всегда по каким-то обстоятельствам у нас срок увеличивается. Там проходит 4-5 месяцев, потом появляется уже какая-то конкретика. Мы общаемся с UFC и разговаривали с ними по поводу марта и апреля. Я надеюсь, что они ответят в ближайшее время нам, кто станет соперником. Никита всех назвал, может быть, у них будут еще какие-то варианты, они сказали, что подумают и нам скажут. А вот, кстати, они тяжелые на разговор UFC, легко с ними общаться? Да, абсолютно. Мы обмениваемся сообщениями, они быстро отвечают. Все окей. Сколько времени прошло с твоего последнего письма? Не, но они на него ответили, кстати. Они сказали, что они просто думают, кого предложить, и нужно немного времени. Хорошо, а вот чисто гипотетически, как менеджеру тебе, кто был интересен Никите? Ну вот, опять же. Бой мечты просто. Бой мечты, но с Джонсом, конечно. Пошумели бы. Веришь, да, в Никита? На UFC Москва. Да, да, да. В Питере. Жаль, не успеем до в этом году, но... Как бы, да, конечно. Интересные громкие бои. То есть нужна история? Да, нужна такая история. То есть ты тоже сторонник того, что все-таки в нашей студии уже Камил это говорил, Гаджиев, что ММА профессиональный, это шоу-бизнес. То есть ты больше сторонник громких боев, больших историй, нежели простого спортивного интереса. Ну да, я думаю, как раз пример, если мы уже говорим про Камилу Гаджиеву, пример Маги Исмаилова и Владимира Минеева, это хороший, ну, вообще хороший образец того, как это должно выглядеть в России. Можно сравнить Магу с другими там средневесами и убедиться в том, что сейчас он один из самых популярных бойцов. Если не самый. Да, если не самый популярный. А по факту провел не так много боев. Да, но мы и знаем, что благодаря этому бою Вова Минеев, насколько увереннее и видение стал себя чувствовать. И теперь он за бой просит 5 миллионов. Да, деньги серьезные. Я не уверен, конечно, что их кто-то готов будет заплатить в России, но... Если просит, возможно, у него есть видение того, кто теоретически готов будет на такой чек. Мы сегодня услышали одно авторитетное мнение, которое гласило, что Виталий Минаков не боец. Поэтому у меня вопрос с короткой строкой к нашим дорогим гостям. Артем Лобов это боец? Да. Никита. Конечно. Конечно, да. А все это почему? Да потому что Артем Лобов наконец-таки подписался. Он подписался не на ипотеку, как вы могли подумать, а он будет драться на турнире голых кулачков и будет получать за поединок цельных 100 тысяч американских юаней. Давайте же посмотрим на картиночку. Именно так выглядит человек, который выступает на турнире голых кулаков или по-английски это звучит bare knuckles, да, то есть голые костяшки. Сами видите, жестяка полнейшая. Друзья, давайте, кстати, Артем Лобов высказывался на эту тему и говорил о том, что он наконец-то обрел себя. Он говорил о том, что на нем никто не будет лежать, как Бен Аскрен все 150 раундов, и после этого он не будет видеть победу. Он будет драться и наконец-то покажет себя во всей своей красотище. Покажет ли? Давайте спросим у Никиты. Я думаю, вполне он может себя проявить именно в этом виде, потому что, ну, что мы знаем о Лобове, так это то, что он всегда идет вперед, и то, что его голова явно не боится тяжелых ударов. Проверим, насколько изменится результат, если снять с костяшек перчатки. Но, в принципе, я думаю, он вполне сможет себя там проявить. Никит, ты подписался на это бы? Ты видел, наверное, костяшки? Я могу за него ответить. Я сидеть не хочу. Ну, правда. Да, конечно. Никита готов. Он же заплатит денег много, скажет, иди избей. Не кажется ли тебе, что просто Лобов, ну, как боец ММА, да, мы оба знаем, что это тяжелый труд, он себя изжил. Он не развивается, в принципе, в борьбе, и, по сути, именно технически мы не берем сейчас его ударную мощь и его характер, что я считаю его сильнейшей стороной, да. Как боец ММА, именно технически и тактически он себя изжил. И, в принципе, это его шанс, ну, заработать денег. Чего лукавить? Безусловно. Ну, так как мы же опять все понимаем, как он попал в UFC, благодаря кому, так как он не прошел и туф, но по ходатайству Конора, то есть его взяли, он там провел немало боев в UFC. Все эти бои были довольно зрелищные, но если говорить о какой-то спортивной составляющей, либо чемпионских амбиций, то, естественно, у Лобова Анислаба. Проявляется, потому что, как Леха сказал, он не развивается. То есть у него есть манера, есть упертость, там, характер, как мы назовем, и он идет вперед. То есть это действительно то, что нужно для него. Артем Лобов действительно легенда, он уже вписал себя в историю UFC тем, что он стал первым человеком, который сам разорвал контракт с UFC, несмотря на то, что у него еще были бои. Никит, что должно произойти, чтобы ты поступил так же? Я поступал так же. Вот так. Ты не продлил контракт? Да. Но у меня был еще один бой по контракту. А, был, вот так. Так вот не надо говорить, что Лобов легенда, Крылов легенда. Никита Крылов легенда, да. Да, выйдет в студии. Сейчас втащил вот этой известной субстанции, известной коричневой, да-да-да, я такой. Кирилл, к тебе как менеджеру Никиты, сколько должны предложить денег, чтобы Никита согласился на такой бой? На один такой бой или на контракт? Давай три боя. Три боя. За один вечер. Это как в старших классах. Так, три боя на год. Три боя на год, да. Давай общую сумму, сколько должен заработать Никита Крылов за эти три боя. Я просто вижу доллары в глазах сейчас, доллары, доллары. Я считаю, считаю. Ну, думаю, у тебя контракт должен быть не меньше, чем у Минакова. У Минакова мы знаем, по слухам, 1,8 миллиона баксов. Общий контракт. Нет-нет-нет, общий контракт новый с Беллатером. Можно было бы подумать, да? Ну, я думаю, да. Ну, Кирилл, естественно, сразу считает не мой гонораропроцент. Конечно. Я уже 20 уголал. Главный карабас-барабас от Минакова. То есть это 1,8 уже после вычета 20 процентов. И налогов. Да, то есть там должен быть контракт поприличнее, чем у Минакова. Ну, то есть меньше ляма вообще даже не стоит рассматривать. Ну, Никита точно показал бы там шоу, но ему нужно было бы оставить там, наверное, самое важное, что у нас всех есть, это здоровье. Достаточно много здоровья, потому что у Никиты такой открытый стиль боя, он любит зарубиться. Я думаю, что это должно быть какие-то серьезные дела. На кулачках, ногами не бьют. На кулачках, да. Да, бокс, да. И там, по-моему, еще есть кое-какие элементы клиники. Вот так сказал сам Никита. Тогда два мульта. В общем, ребята. Я буреном. Копите, копите два миллиона, и мы сможем обсудить это с Никитой. Итак, дорогие друзья, дешевые враги, если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, ставьте колокольчики, хренольчики, пишите свои зубодробительные комментарии. Ну, а если вам не понравилось, ребят, хук вам, понятно? Хук. Субтитры сделал DimaTorzok